Нет, это не звук электропневматического клапана, который привычней слышать железнодорожникам. Это высокое искусство. С просветительским проектом «Моя Россия» в учебный центр РЖД приехали преподаватели и студенты Нальневосточного государственного института искусств. Просветительство этого проекта вызвано, с одной стороны, стремлением познакомить все слои населения с русской музыкой, а самое главное – это музыковические комментарии, которые позволяют слушателям более плотно и, наверное, с интересом окунуться в этот мир. Железнодорожник, который путешествует по всей России, ну и за ее пределами, конечно, он должен быть еще и интересным, образованным человеком. Конечно, мы рабочий класс. И обычно все мероприятия мы делаем сами. Вот, сами поем, сами стихи читаем. Но вот здесь вот первый раз мы, конечно, встречаем больших артистов. И рабочий класс, мягко говоря, был впечатлен. Во время исполнения замирал, между произведениями хлопал. Почти каждый в зале узнал строчки Лермонтова и стихотворение «Тучи», которое учил в школе, но давно забыл. Кожи возгонит Выступление музыкантов сопровождалось живописным рядом, который должен был помочь впитать материал. Картины художников, рассказы о деятельности композиторов и исполнителей, Погружение в исторические этапы от бытового романца начала XIX века до Глинки и Рахманинова. Оторопь зрителей понятно, но что чувствует исполнитель, когда на него смотрят по детски удивленные глаза? Я думаю, что он чувствует, что ему удалось вызвать эмоции у зрителя. А, собственно, для этого мы и работаем. Понимаете, это обмен эмоциями. Мы дарим эмоции зрителям, а они дарят эмоции нам. Мы без этого тоже не можем, нам без этого тоже очень тяжело. Эти произведения формировали культурный код России. И для каждого слова и мелодии отзываются где-то там, изнутри. И, может быть, многие в этом зале хотели сначала поскорее поехать домой, ведь полдня провели на учебе. Но после таких эмоций железнодорожники вернулись к семьям немножко другими. Одна заветная, другой не будет никогда.